Друзья, всем снова привет. Как вы заметили, мы находимся не у себя на даче и даже не у себя в квартире, а непонятно где под двускатной крышей. Занесло нас над нам в Тульскую область. Да, это Тульская область, отель Олень. Мы первый раз здесь и расскажем вам в этом видео про наши впечатления. В Тульской области находятся на самом деле на территории три домика. Это красный, зеленый и желтый. Мы живем в красном, он средний. Также здесь есть на территории баня и рядом с каждым домиком есть чан с водой, который вы можете попросить у хозяев, чтобы они вам налили и там посидеть несколько часов. О, ребята, как холодно! Или горячо? Блин, горячо! Так как отель находится в Тульской области, то единственным шансом сюда добраться будет машина. Не знаю, ходят ли сюда электрички или нет. Но на машине довольно удобно. Ехать сюда где-то два с половиной, около трех часов при нормальной дороге. Шассер три отлечки. Мы планируем завтра в чане посидеть. Не знаем, насколько у нас это получится, потому что сейчас какой-то лютый снегопад. Вообще идет мокрый снег и еще плюс на улице. Да, с погодой очень повезло. Не повезло, но с погодой. Заходите быстрее, заходи. Пока нет никого. Сейчас Дед Мороз придет. В общем, это наш дом. Красный дом. Он отличается, во-первых, своим цветом, а во-вторых, тем, что он треугольный. Здесь очень классное освещение. Он выполнен в скандинавском стиле, как сказал Влада. Я, правда, не знаю, что это значит. Но это очень красиво. Вот лампочки, все такое очень, ну, из металла, армированное какое-то такое, уютное. Что мне больше всего здесь понравилось, это проигрыватель. Тут есть проигрыватель и огромное количество разных старых пластинок. Больше всего нам понравилась вот эта вот пластинка. Называется Stars on 45. Это кавера на рок-н-ролл старый. Там идет попури из Rolling Stones, который перепели русский. Ну, причем акцента практически никакого нет. Короче, здесь на любой вкус. Видите, Алла Пугачева, Розенбаум. Что тут только нету. Даже этот, как... Как сказать-то? Ну, это вот. Джордж Майкл. Джордж Майкл. Колоночка по блютусу, можно подключиться. Потом. Здесь есть гамак. Гамак очень красивый. Тоже такой уютный, мягкий. И он раскладывается, и можно даже лежать в полный рост. Сейчас Влада покажет, как это происходит. Давай, Влад, представление. Сейчас. Будет невероятное представление. Сейчас. Сейчас покажу так. Ты помещаешься туда вообще? Сказали, кстати, выдерживать 150 килограмм. Блин, хорошо, что подхожу. Так вот вы лежите. Полный рост. Можете прикрыться. О. И вообще идеально. Просто чилишь, и у тебя вообще просто мозг отлетает нафиг здесь. Она вообще конструкция надежная? Ну, это же балка, которая держит дом, поэтому логично, что она надежная. Что еще тут есть? Такие вот стулья. Стол. Кстати, очень материал такой классный. Плотное дерево. Темное дерево. И что очень классно, что здесь темная фурнитура. Очень часто я вижу, что в домах ванна делают очень отличные от всего остального интерьера. Но здесь это как бы очень классно вписывается. Такого же материала стол, столешница для ванны. Так да не упади в ванну. Тоже мне очень нравится, что черные кранчики везде, черные какие-то детальки везде. Окно, если открыть, это вообще просто так. Там сейчас темно, конечно. Да. Очень клевое зеркало в джутовой отделке с какими-то пробками винными. Блин, это очень клево. Вот честно скажу, я такого кошерного набора из... Девочки, вот вы сейчас больше всего зацените. Натуральная мицеллярная вода. Простите, я ни в одном хорошем отеле не видела, чтобы давали мицеллярную воду, входящую в комплект. Также, смотрите... Ну, закрыл, конечно. Ушные палочки кому надо? Ватные диски, чтобы тоже смыть макияж? Нет, сменную упаковку. Ну, это вообще... Подогрев пола. Очень прям жесткий подогрев пола, потому что когда стоишь больше минут, у тебя уже начинает гореть стоп. Поэтому можно отрегулировать вот здесь вот. Сделать поменьше, побольше. Что тут еще есть? Плотенца. Конечно, да, вот это полотенце для нол. Тапочки дают обязательно. Много чего. Кстати, душ очень тоже крутая плитка вот эта. Да, прям. Мне очень нравится, как она выглядит. Хорошая. Зеленая такая? Классная, да. Очень, очень текстурная. Так как уже декабрь месяц на дворе, то нам повезло. У нас есть прекрасная елочка. И вообще, в целом, здесь уже поставили новогодние украшения. Это прекрасно. Елку поставлю только сегодня, кстати. Да, и нам очень повезло, как сказали хозяева. Уже там лежит какой-то подарок. А, да, кстати, самое главное вообще. Ребята, вообще, с чего мы вообще приехали? У меня день рождения 11 декабря на выходных. Вот, и мы решили поехать. Сколько тебе лет? 15? 14. Че ты мало как-то. Как ты здесь доехал? Автомобиль! В общем, приехали мы в отель. Как мы вообще нашли? Я просто каким-то чудом нашла этот отель. Нам и нахрен нужен интернет ваш. Здесь можно забронировать только от двух ночей. То есть, вот, если одну ночь, то вам не выдаст вообще, как бы, поиск, что здесь что-то доступно. Либо вы должны уточнять у хозяев, либо это есть какое-то свободное окошко. Здесь, слава богу, было свободное окошко до понедельника. И я сразу же просто не думая забронировала здесь. Очень приглянулся сайт. У ребят просто потрясающе красивый сайт. Модный, молодежный. Не как обычно, там, знаете, в домах отдыха, когда все там вообще, шрифток каким-то там с ней роман написан. И вообще все кривое. А у них прям, ну, хороший UX. Пойдемте посмотрим второй этаж, где находится непосредственно кровать. И мы попадаем на второй этаж. Ну как, это сложно назвать, конечно, вторым этажом. Но мне вообще нравится сама функция, что у тебя кровать наверху. И ты просто здесь кайфуешь вообще, улет просто. Я представляю, как здесь будет утром красиво. Ты проснешься. Опа, доброе утро. Нам уже там кто-то везет дрова для чана. Сейчас будет растапливать топку. Я, короче, понял, что сюда приезжаешь просто, чтобы абстрагироваться максимально от внешнего мира. Побыть наедине со своими мыслями. Потому что здесь вообще никого в округе нет. Просто лес. И, ну, очень хорошее такое время, чтобы просто побыть на ней с собой. Тут даже гулять особо, ну, не такая уж большая территория, чтобы гулять. Пытаемся найти косуля, потому что я, клянусь, я только что видела, как что-то рыжее пробежало рядом с нами. А-а-а. А я думала, сова. Есть одна основная дорожка, вот вы по ней можете ходить, но основное время вы просто, как бы, находитесь в доме, я так понимаю, просто расслабляетесь. Либо чан, либо сауна, шашлыки там. Кстати, шашлыки скоро приготовьтесь. У нас сегодня шашлыки классические с луком. Обязательно, кстати, когда делаете шашлыки, не забывайте немножко разрезать куски, чтобы они не были огромными. Иначе они очень долго будут готовиться и снаружи будут сгоревшими, а внутри не доготовятся. А у меня здесь стейк-ребай, между прочим. Вообще, два с половиной килограмма, я думал, мало будет, а в принципе, такой жар неплохой идет. Михаил нам отрастапливает вообще, как это происходит. Он говорит, что нельзя точно предугадать, к какому часу он будет готов, потому что это не газовая плита. Вот. И, ну, примерно в четыре он будет готов, вот, поддерживать он его будет три часа, то есть каждые полчаса будет приходить, подбрасывать нам. Вот. И пока мы ему не скажем, отвали и иди домой. Вот. Вообще, он предназначен на распаривание, то есть вы в горячую воду залезаете, потом выходите, потом через какое-то время заходите опять, то есть несколько раз. Несколько раз, не один раз. То есть как баня, примерно. Да, да, там сейчас температура 33-36 градусов, а комфортная типа 45, что-то такое. Но мы в шапках будем обязательно сидеть, чтобы голову не простудить. А пока что делаем шашлык. Ну что, друзья, нам чан подогрели, и сейчас мы какую-то операцию сложно очень проворачивать. Называется выбежать, не заболеть. И каким-то образом. Так. Как это будет происходить? Я первая? Давай. А то я... У меня в тапочках. Ну что, друзья. Я правильно? Давай-давай-давай, залезай, а то я сейчас замерзну здесь. Все нормально? Нормально. Там внутри прям горячо. Взяли вот такую штучку для бани. Ну как она для бани, то есть... Выливаешь всю, мне кажется, на такой объем. Да, реально. Когда вот только заходишь, прям обжигает, думаешь, что невозможно зайти. А потом, когда вот полностью уже погружаешься, совсем нормальные уже ощущения такие, привыкаешь сразу. И сверху, кстати, не ощущается, что холодно. То есть вот голове не холодно, если шапку выдевать. Ужин называется «Смерть вегетарианцу». Мы, конечно, ничего против не имеем, но и ничего за тоже не имеем. Поэтому мы вот так вот. Все сырое. Все сырое. Сыра мясина какая-то. Шашлык должен быть сырой. Ну что, друзья, вот и провели мы уикенд в лесном доме Олень. Хочу сказать, что нам очень здесь понравилось, и мы настоятельно рекомендуем сюда поехать. С погодой нам, к сожалению, не так сильно повезло. Но мы здесь не последний раз, это точно. Поэтому нам еще удастся насладиться чаном и всем этим уютом маленького домика в глуши. А что мы вам рекомендуем, так это сюда съездить самому и прочувствовать этот экспериенс на себе. Как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И советуйте какие-нибудь загородные такие вот классные места, в которых вы были и которые вы можете порекомендовать. А мы с вами прощаемся, говорим всем пока. До новых встреч. Пока.